Здравствуйте кто там? Да я как бы это мы с вами не знакомы, а меня хотелось бы с вами помнить оближе. Стойте маленько, вы так неожиданно пришли без разрешения. Так у нас не делается. А я не знаю когда можно. Ну пока стойте сейчас, я тут подготовлюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну давайте говорите, кто вы, откуда и зачем. Я из Рубцовска, но у меня просто такие проблемы, я не стала в храм ходить, потому что я устала, что мы молимся за патриарха нашего. Ну он как бы отступник от православия. Так давайте пораньше начнем. У нас все записывается, выставляется в интернет и наш этот разговор, вы не против? Нет не против. Так второе. Вы можете сейчас разговаривать со мной платок надеть на голову? Да. Закройте поток надеть на голову. Закройте поток надеть на голову. Тогда будем говорить. Закройте поток надеть на голову. Так хорошо. Продолжайте. Я бы хотела с вами встретиться, приехать к вам в деревню, посмотреть как будет ваш приход. Так а мы не в деревне, вы звоните, я сейчас в городе нахожусь. В деревне мы бываем с 10 июня только, а сейчас в городе мы. А в город как к вам можно добраться? Ну как, у вас ходят автобусы, поезда до Барнаула? Ну вот я могу поездом добраться. Нет, подождите, мы должны сначала договориться, кто мы, вы, с кем? Ну, вообще-то я одна бы хотела. Ну, какая нужда в этом-то, что вы приедете, что вы узнаете, что увидите? Вам, допустим, давайте так, вам что-то понравится где-то, вы посмотрите, а не понравится, таких людей нету. У нас строгое богослужение, все как надо. Но мы связаны с московской патриархией, хотя мы в ней не состоим. Я поняла, я поняла, что вы не состоите. Я сама, я сама, как бы, мои родственники живут в Австралии, я была крещеной в Австралии. А тут отец умер. Вот, и я, как бы, одна осталась, вот, как бы, верующая. А дети мои вообще, как бы, ну, не хотят. Я не согласна с нашими, что я в храм хожу, вот, ну, не согласна. Вот. Так, по порядку, вы не согласны. Вы одни не согласны? Или у вас есть какие-то там товарищи, друзья, ваши единомышленники? Ну, у нас есть товарищи. К вам один приезжал, к вам, это, за книгами. Вот книгу я читаю, вот. Вот ваша книга. К истину православия, да. Вы много ее читали? Да. Ну, как бы, не сильно, еще читаю. Сейчас я вот о славу. Ты согласна с написанным? Я согласна. Я согласна. И когда была в Австралии, там вот, я, ну, как сказать, вот я согласна с тем, что там происходило. У нас в наших храмах происходит. Я с этим не согласна. А с чем вы не согласны конкретно в Рубцовске? С чем я согласна? У вас кто епископ? Роман? Да, Роман. Я его знаю. Он меня гнал. Ну, вот, я работала в лавке. Я начала говорить, что, почему мы на десяти процентов съем. Потом мне вот это не нравится, что торгуют в храме вот вот эти вот лавки делают. Свечи у нас очень дорогие. Крещение. За крещение берут деньги. Вот. Я считаю, что мои внуки неправильно крещеные. Вообще не крещеные. Дети у меня, мы когда были в Австралии, нас в старобряческом храме крестили. Меня и детей еще, они были маленькие. Трехразовое погружение. Вот. Ну, как бы уже ни бабушки, ни дедушки уже умерли. Один единственный брат, мы с ним не можем общаться, он очень далеко. Вот. Ну, мы вот как бы собираемся на это... Сколько нас? Пять человек. И мы как бы отдали заявку Григорию в Санкт-Петербурге, вот, епископу. Ну, что-то мне очень странно, что он... Ну, как бы... Вот у нас одна пара там, они как бы живут уже совместно. Ну, я говорю, когда вы будете венчаться? А вот епископ сказал, что мы этим уверовали, вошли в храм, что им не надо венчаться. Ну, как бы они регистрированы. Мне вот этот вопрос вообще, как бы... Я не знаю, вот... Как это... Они не могут... Не должны венчаться. Они должны венчаться, я так думаю. Ну, да, если законно все. Если он не венчался. А то бывает так развелись, а венчание-то остается. И второй раз нельзя быть венчанным. При живой жизни. Ну, они... Он был уже венчанный. Я тут зарегистрировалась с другой девушкой. И вот они живут. Я говорю, а когда у вас будут венчания? Он сказал, что... Епископ сказал, что не надо венчаться. Я говорю, как не надо венчаться? Вот это вот у меня... Думаю, что, может быть, это епископ не истинный. Вот что я переживаю. О чем я переживаю? Да. Так, а вы с кем знакомы? Вот вас сколько там человек? Шесть. Вы все вместе ходите? Собираетесь где-то? Да, мы собираемся на квартире. Это Денис. У Дениса. Вот. К вам приезжал Юра вот за этими книгами. Я понял. Понял. Мы с ним говорили. Да. Бороду сказали, что надо... Он бритый был. Я говорю, с бритыми мы дела не имеем. Ты не должен бритвой лица касаться. Да. Он сейчас отращивает уже бороду. Бороду. Дальше. Он написал, как там я. Что вот вы видите, ему все понравилось, конечно. Хотя на богослужении он не был. Но вы поддерживаете митрополита. Вот сейчас алтайский митрополит Сергий. Как я его поддерживаю? Я ему объясняю. Он нас не просто поддерживает. Он сам ходит. Он не брежник. Его поддерживать не надо. Он для нас, как отец родной. Я должен что теперь сказать ему? Ты плохо делаешь? Он сделал нам только добро делает. А и какого тебе отношения до наших отношений? Я ж тебя не заставляю любить Романа или уходить от него. Почему ты мне вторгаешься в мою личную жизнь? Это наши близкие отношения. Мы строим деревню. Митрополит туда приезжает, благословляет, служит. Здесь служит. А я должен что, с митрополитом быть недружественным? А кто ж я такой тогда буду? Ну понятно. А я еще хотела спросить вот это самое. А вы в ваших храмах поминаете патриарха? Не поминаем. Когда они к нам приезжают, служат, тогда поминают. А так нет. Мы относимся к русской православной зарубежной церкви. К царской. Которая с коммунистами не связана. Да. И когда они поминают. Митрополит когда приезжает. Они понимают патриарха Кирилла. Потом нашего митрополита Илариона. Американского. Какой новозеландский. Потом местного митрополита и епископа. Вот так. А когда их нет, мы не поминаем. Мы им не подчиняемся. Мы не в московской патриархии. Но мы их посещаем. Признаем друг друга благодатность. Ну что говорит-то. Уже принятый акт о каноническом общении. Но что торговлю вы назвали. Вот это венчане. Мы с этим никак не согласны. Никакой торговли не должно быть. Крещение должно быть полное погружение. Вот у них сколько готовят. Указание. Перед крещением кто приходит провести две беседы. По 20 минут. Две беседы. А у нас подготовка идет не в минутах, а часов полных. 500 часов занятия идут. Вообрази. Какое сравнение то никакого нет. 500 часов. И крестятся все. Все до одного. Только в озере. Вот допустим. Вы не крещеная. Узнали точно. Или не знаете. Крещеной нету. Тогда приезжайте. Я крещеная. Ну вот так. Приезжайте. Я крещеная в парабряческом храме. Три раза погруженная. Меня крестил. Вот так. Меня крестил. Из двоих детей моих. А вот внуки мои, я считаю, что их хоть и крестили, но я считаю, что они у меня не крещеные. Мы так же считаем. Так же считаем. Полное погружение не было. Ничего не было. Был обман. И тем более если за деньги. За деньги тогда вообще ничего нету. Это грех симония. Это патриарх Алексей II об этом говорил. Что прямо безумие творят попы. Вот вы если думаете приехать, внимательно только скажите. Да. Сегодня четверг. Четверг. Завтра пятница, послезавтра суббота. Послезавтра суббота у нас приезжает мой родной брат Партаирей Аким из деревни. Ага. У нас будет вечернее служение и утром воскресенье. Вот вы можете приехать или в субботу не одни. Всех соберите, все вместе приехайте. Только только... А мы только в воскресенье встретимся. У нас работают люди. Ну, работают, значит, воскресенье. В воскресенье у нас богослужение начинается по местному времени в 8 часов утра. Вы тут побудете и побудете на занятиях, а потом уедете. У нас каждое воскресенье идет собрание, заходим в трапезную, после этого обедают и идут занятия по изучению Слова Божие. А потом мы домой расходимся, у нас по интернету идут вторые занятия, еще полтора часа. Каждое воскресенье и среди недели в среду и в пятницу идут занятия. О, это у нас получается... У нас не получается, как бы, на утреннюю. Потому что, да, это... Вот если с пригородным поездом, он только в 12 часов приходит в Варнаул. А если в вечернюю, в 5 часов надо возвратиться. Это в 5 часов. Я сказал, что если думаете быть, приехать, значит, выезжать надо вам в субботу. И здесь где-то переночевать надо узнать, где, как договоритесь. Если вас никто не знает. Вот тогда и воскресенье, что мы дадим адрес, он у нас был здесь, чтобы он был. И побудете на богослужении, своими глазами все увидите. Не надо, говорят, сходу в воду прыгать-то. Там, может быть, броду нету. Мы-то благодарим Бога, что нас Господь так сохранил. У нас нет торговли, у нас с тарелкой не ходят, у нас деньги вообще не именуются. Платят десятину и на этом все. И поэтому все расходы покрываются. Еще мощи возят. Вот мощи из-за этих мощей. У нас прям скандал был в храме. Я просто не могу вот это все переносить. У нас этого нет. Никто мощи не возит, этого нет. Положено в антименсии, там есть все на этом. Мы к этому не привязаны. Мы должны быть свидетелями Иисуса Христа, благую вестностью по всему миру. Благовествовать. Поэтому я вам говорю, вот у нас тут в прошлом году одна из Бийска приезжала. Нет, из Заринска. Из Заринска. Она приняла крещение. Ну и она у себя дома находится. Вы своими глазами должны увидеть. Впереди у вас еще день целый. Даже два. Договоритесь приехать вместе. Потому что батюшка у нас приезжает через две недели. И у нас на сколько вас будет там? Что? Что? Батюшка у вас сколько будет? Он один день. Он в субботу приезжает. Богослужение отвел. В воскресенье литургию провел. Собрание прошло. И он собирается уезжать домой. Это 150 километров отсюда. Мамонтовский район. Если люди есть, он побеседует. Все расскажет. Слава Богу. Но я сейчас не... Если я с подругой тогда... Вы должны заранее это все обдумать. Вы должны уже часов 7 быть в Барнауле. Утро. Чтобы к 8. Хотя без 28. Быть прямо у нас здесь, где мы находимся. А адрес какой? А мы этому сказали у Юрия. Это по телефону не так сказать. Тут не нужно. Я его не встречу. А вы старайтесь найти его. Если не встретите, тогда еще по скайпу сюда зайдете. И я отдельно вам скажу. Или сейчас поговорим. Я вам внизу напишу. Хорошо. Внизу напишу. Я, может быть, приеду с Ольгой. Она тоже собирается. Еще раз говорю. Вы постарайтесь найти всех своих друзей и единомышленников. Потому что другой встречи может не быть. Как же так? Вы вместе, а тут раз я одна приеду. Вы заберите их всех. Это недалеко. К нам люди приезжают из Канады, из Америки, из Израиля. Да вот и переночевать негде. На Варзаре только что. Надо подумать, где ночевать, как, сколько человек. Вы должны сообщить это мне. И вот у меня бесплатный проезд по железной дороге. А вот если ехать автобусом, это очень накладно. Если только мы с Ольгой договоримся с моей подругой. С сыном ее нас больше. У нас на крещение приезжали из Америки, если сказать это, из Канады, из Франции, из Германии. Вот где далеко. А тут-то вы рядом в одном Алтайском крае. Не так и далеко. Мы ездили в миссионерскую поездку до Владивостока, а потом до Листабона, Португалия. Я дарил везде свои 38 томов книг. Мы прошли Скандинавию и Прибалтику. Турцию прошли с той стороны Черного моря. 120 тысяч километров прошли. А тут-то рядом. Вы оставьте мне на следующий случай координат. Может быть, с Ольгой мы приедем. Потому что, я не знаю, с Юрией может работать, у меня даже его телефона нет, и мы собираемся. Хорошо. Откладываем тогда это. Откладываем до... А тут Благовещение. Как раз праздник было бы. До Пасхи. До Пасхи? До Пасхи ночи вы сюда приедете. Подумайте, где ночевать надо. Это можно приехать раньше или в гостиницу, или где-то. Никто вас не знает, кому предложить-то. У меня тут нельзя ночевать. Надо подумать как. Вот мы ездили, представьте себе. Мы месяцами ездили. И где мы ночевали? Мы ночевали в полях, в лесополосах. И мы вернулись живые домой. Ну, сами понимаете, от Тихого до Атлантического океана прошли. 650 городов и сел посетили. Ясно. Это для любви нет расстояния. Это не расстояние. Рубцовск. Тут рядом совсем. Преступный город. Да я согласна. Ну, ваша Серова Потеряевка не возле Рубцовки, а туда дальше, за Барнаулом. Да, мы находимся на ветке Потеряевка. Барнаул-Кулунда. Посмотрите. Там, увидите, Ребриха написано. И написано Корчино. Только вот между ними мы находимся. Угу. Понятно. Понятно. У меня ставьте адрес. Я еще пообщаюсь со своими единомышленниками. И мы тогда уже, может быть, на палку. Только приезжать все вместе, запомните. Мы принимать не можем тут каждый день. Один раз, вы все вместе приедете, у вас одни мысли будут. И все остальное. Угу. По-другому никак. Угу. Слушайте, ты, конечно, что говоришь. Чтобы нам не было так. Вы сказали, я не согласен. Вы ко мне пришли. Мне с вами соглашаться не надо. Я для вас двери открыл. Все на этом. Вы должны быть одеты по форме. У вас платье подол, чтобы не было выше десяти сантиметров от пола. Груль должна быть закрыта. У вас наполовину открыта. Два платка. Вы увидите, как где-то под булавку. Булавка, чтобы была. У нас все очень строго. Ну, это как устаробряться. Да. У нас очень строго. У них там не замужем. Голова половина открыта. У нас даже девочка на руках. Младенчик. Они все закрыты. Да я согласна. Я бы тоже не хотела. Но я живу в городе. У нас такого нету. Это я буду как белая ворона ходить. Вот. Я с этим согласна. Ну, ладно. Ворона. Как вы еще смотрите на мнение мира. Какие же они верующие? Мнение мира. Я согласна. Мнение мира. Затруживает это писка, комара, жужжание жука, карканье вороны. Ага. Мало что они говорят. Говорят. Да нам зачем на них смотреть? Говорят. Люди погибшие. И они говорят. А мы обращаем внимание. Я белая ворона. Да все белая ворона. Плохо разве? Я понятна. Я сама уже погибаю. Мы другому не можем. Мы с большим трудом это все построили. С большим трудом. У нас все до одного крещеных в полное погружение. У нас торговля. Сколько мы находимся? 27 лет. У нас нигде ни разу ничего не проданут. И ни разу с тарелкой не ходили. У нас свечи так поставили. Воск берут на пасеки. Покупают. И здесь льют сестры такие чистые. И зажигают батюшка или там кто. Чтец. Никто со свечами не ходит. По иконам не ходят. Иконы вестят. К ним никто не лезет. У нас полная тишина. За семь минут богослужения все обязаны зайти и стоят в молчании молиться. Семь минут. Пока откроются царские врата. Я с этим согласна. Я тоже самое в храме. В храме молилась в Австралии. Там было у нас как бы беспоповцы были. Ну потом приехал батюшка из Москвы. А мне надо было уже возвращаться сюда на родину. Это было в 91 году. Вот. Это только лет прошло. Я вот сейчас начала понимать, что у нас вообще непонятно что-то делать. Что у нас творится. Вот у вас что там творится. Вы как-то молитесь об этом, чтобы направить. Вы же не будете все время сюда ездить. Вы можете приехать посмотреть. То есть как бы наглядно посмотреть, что он может делать. Вы же здесь же находились. Мы никуда не поехали. Ходили в Покровский собор. Был епископ, который на нас многое выливал. А теперь Бог дал митрополита, вот этот митрополит Сергий. Ваш ли епископ нашим знаком. То у нас отношения как вот родная семья. Вот 3 февраля у нас здесь было богослужение моему брату и Акиму. 40 лет как он в священном сане. Так архиерей снял с себя крест с наградами. С украшениями. И на него надел во время богослужения. Как награда. А говорят, что митрополит собирается уезжать куда-то. Нет? Куда он уедет? Слышали, не знаем. Конечно, для нас будет это печально. Конечно. Понятно. Как спасаться. Ну ладно. Спасибо Господи. Слава Богу. Переговорите со всеми. Скажите, разрешено приехать только всем вместе? Хорошо. Ну а дальше все решится. Сейчас закончим. Я сразу вам внизу скину материалы. А вы разговариваете из дома своего? Да, из дома. А кто у вас руководит этим интернетом? Я сама. Молодец какая. Как звать-то? Людмила. Повторите. Тетя Нюра? Людмила. А то у батюшки и матушка Людмила. Людмила. Ну так. Меня так назвали. Но я крещеная также Людмила. Ну и хорошо. Ну вот мы немножко познакомились, узнали. А то если вы против патриархии, против патриархии, против патриархии, патриарха там говорят Кирилла, то у нас этого нету. Мы молимся. У нас против ничего нету. Вот у меня просто сомнения были. Я вообще хотела, к вам собиралась уже давно. Ну вот так вот. Я говорю, может быть вот этот епископ, который в Санкт-Петербурге мы заключили, может быть мне вот это не нравится, что им разрешил жить, не надо венчаться. Вот это мне как-то возмутило. Я хочу узнать, почему и как, почему не разрешил и прочее вещаться. Так, за глазах как сказать. Надо, чтобы люди рассказали, епископ. Надо быть осторожным в этих выводах. Так вот я их тоже как бы стараюсь, ну как бы. Ну ладно тогда. Еще какие вопросы у вас есть? Ну спасибо. Сао Богу за все. Так, какие вопросы еще есть? Пока нету. Если будут, можно будет вам обращаться. Да. Которые посылали Юрия тут, тоже ему скажите, мы с ним переписывались, чтобы все приехали вместе на пасхальную ночь. Хорошо. Одеты праздничные, никаких безрукавок, ничего нету в платках. Мужчина, чтобы бороду не брили. Хорошо. Иначе там будут стоять соглашенными. Ага. У нас никто не бреет бороду. А кто бреет, если есть такие молодежь, они стоят в коридоре. Ага, понятно. Они скрыленные, с ними надо быть осторожнее. Ну все тогда, да? Спасибо большое. Все, отключайтесь. До свидания. До свидания. До свидания.